Всех любителей 3D экшен и просто проходивших мимо рад приветствовать. С вами Майкл и настала пора разделить с вами впечатление от мультиплеера закрытой беты Doom 4. Я решил не стримить, поскольку непросто записать что-то путное в процессе поджарки нубов. Поэтому просто немного закадрово расскажу, что понял и чем впечатлен. До релиза остались копейки около месяца, так что не думаю, что сильно изменят то, что мы сейчас увидим. Начинаем как обычно с креации персонажа. Можно менять цвет одежды, всего три типа колера, металлический, глянцевый и матовый. Но в каждой категории много разных цветов и все отличаются. Менять можно как цвет, так и узоры и подсветку для шлема. Точно так же оружие, запросто можно подогнать под себя. Хотя вот с оружием не все так просто. Все расцветки какие-то едкие, детские. Ничего из того, что действительно хотелось бы повесить себе на ствол, нету. Еще одна деталь. Как оружие, так и одежду. Можно покрыть грязью и царапинами. Такой вот шарм бывалого Doom 4 с пыльным стеклом шлема, покоцанной броней и усталой, но доброй улыбкой. Вот они, ползунок грязи, ползунок царапины. Я, правда, сильно сомневаюсь, что стоит заморачиваться на этих параметрах. Никто от вашего творчества в угаре бойни балдеть не будет. Там вообще не до этого. А кастомизация оружия. К каждому оружию можно заделать несколько типов узоров. У каждого узора два цвета, основной и вспомогательный. Видов оружия, кстати, семь. Вот они, все перед вами. Для одежды существуют готовые наборы снаряжения, но можно и свободно объединять части из разных наборов. Ноги из одного, руки от другого, шлем вообще, ягуар, например. Наборы ОАК. Это базовая броня сотрудник ОАК. А набор Рыцариада из предзаказа игры, который, я надеюсь, вы уже сделали, это базовая броня демона с абсолютно другим внешним видом. Вкратце, получается, что при выборе брони, игрок сначала берет некий скелет, а потом на него надстраивает своего вояку. Все предметы для внешнего вида наборов снаряжения получаешь по мере повышения уровня. Максимальный левел кап для беты 15. Я набрал где-то часа за 2 игры, может чуть больше, так что повышения тут простые и не напрягают. Что еще надо знать до начала игры? Есть одноразовые бусты, их называют модули взлома, с ограниченным временем действия. После гибели модуль не пропадает, просто таймер действия приостанавливается. Всего во время боя доступно 4 ячейки для модулей. С ними у меня получалось после смерти увидеть своего убийцу, увидеть таймеры появления снаряжения, ну, вроде патронов, брони и аптечки, и видеть места появления супероружия демонического маяка, и получать за каждое убийство дополнительные очки опыта. Бусты эти можно менять после каждого раза, когда вас убили. Когда закончил с созданием своего бойца, то игра просит выбрать, с каким набором снаряги пойдешь в бой. Для нападения, дальнего боя или засады. Различаются они, понятно, набором стволов. И в какого демона станешь превращаться, если тебе повезет отхватить руну. В бете он только один, Ревенант. Ну, собственно, в Думе два режима. Командный бой и тропа войны, сопровождение мобильной точки на территории. Матчи длятся по 10 минут, и в бете открыты две карты из 9, преисподняя и жаровня. Конечно, есть супероружие и бустеры, вроде кваддэмэдж или полного лечения в комплекте с броней. Была замечена скорость, оранжевая сфера. Носишься по уровню, как укушенный. Может и еще что есть, но я до них не дожил. Всем встроены реактивные двигатели. В воздухе доступен двойной прыжок, но у двигателя есть короткий кулдаун. Разок прыгнул, и второго без задержки уже не будет. Очень низенько боец пойдет. Зато теперь можно подтягиваться, такой вот местный паркур. А распрыжки нет, это вам не квака. Дают медали и дополнительную экспу за выполнение разных задач и испытаний. За сколько-то убийств подряд, за набор уровня, за убийство во всех режимах, за прохождение курса молодого бойца. Есть даже испытания на убийство демона или жестокие добивания. Месть за смерть товарищей, ну и многое другое. Кстати, еще немного о внешнем виде. Каким бы вы не предстали пижоном, в командном режиме все ваши боевые братья и сестры будут в одной расцветке. Чужая команда, естественно, в другой, но тоже однотипной. А вот внешний вид вашего оружия с узорами нормально отображается в мультике. Теперь самое сердце ада. Впечатления от процесса игры. Ну что сказать, множество деталей, хорошая проработанность и продуманность карт позволяет найти себя каждому. И снайперу, и кемперу, и любителю бескомпромиссного мяса. Все составляющие на месте. Узкие коридоры и здоровенные круговые арены. Висящие над бездной скалой телепортеры. Лифты, порталы, огненные кипящие лавы под ногами, как это водится в Doom. Хромированные платформы, залитые кровью комнаты, в которых очень неприятно капает с потолка. В общем, с разнообразием порядок. Видна работа на 5. Оно, конечно, присутствует и блюр, как без него. Детальности не хватает, текстурки замылены. Видимо, дань консольным ограничениям. Но в полубое на это обращать внимание просто не успеваешь. Сочные взрывы, шикарные джипсы, издевательские танцы над дымящимся противником. Да, я еще не сказал. Здесь есть 4 типа насмешек. Анимация которых достаточно, чтобы захотелось отыскать насмешника и вколотить ему шуточки обратно в... Ну вы поняли. Сама схватка очень стремительна, однако возможности применить свои сильные стороны хоть отбавляй. Но готовьтесь к смертям. Даже самые сильные игроки не гарантированы от постоянного респауна. Не супероружие достанет, так демон в клочья разнесет. Или промах мимо платформы с последующим суицидом. Или гранату поймал, и вот и уже лежишь в собственных кишках, а голова на это дело со стороны любуется. Звук вполне, только системный голос в русской озвучке немного подкачал, смахивает на диктора каких-то спортивных новостей. В квейке он все же побрутальнее был. Но ключевой момент – появление руны демона в игре. Это запросто мешает все карты и может вывести команду аутсайдеров за пару минут в лидеры, что здорово добавляет фана. Ревенант имеет больше здоровья, лупит сразу в два ствола и умеет быстро и далеко летать. У рукопашный тоже не подарок, хотя его убить можно, а руну забрать себе. Так что это как переходящее знамя, кто смел, тот и съел. А теперь о недоработках. С управлением персонажем творятся странные дела, я все время ощущал, что меня искусственно притормозили. В думах про родителях все было как-то резче и острее, здесь же как будто к тебе сзади небольшую тележку прицепили. И контролировать перса стало не так интуитивно. Это очень серьезный косяк, и я бы назвал именно его самой большой неприятностью в игре. Если сравнивать с допиливым сейчас Энрилом, то отзывчивость в думе отстает. Да и с балансом оружия что-то не то. Гарантированный вроде бы обстрел вражины ракетным залпом в коридоре может никого не прибить. Просто у противника перк или броня. Пока простроить точный расчет из-за этого не получается. Пару раз преследуя противника, лупил из дробовика почти в упор. И ноль реакции. А потом меня выносили с одного разворота и с такого же шатгана. Прозрачности урона не хватает. Итак, бойцы, мы имеем тугой мясной классический шутер. Кровище, ураганный бой. Здоровье не восстанавливается автоматически. Необходимо собирать бонусы, боеприпасы и броню. И все время оглядываться в поисках руны и супероружия. Впечатления в большинстве позитивные. Но остались вопросы с отзывчивостью управления и привлекательностью для игроков. Сетевой сессии игры действительно надолго. Ну и конечно же, что там с синглом. В первых двух играх Мочилово с демонами было не менее увлекательно, чем мультик на 4 человека по сети. Хотелось бы получить нечто подобное и сейчас. Ждать осталось совсем недолго, так что скрестим пальцы и до обзора окончательного релиза игры. На сегодня все и до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok